Друзья, сегодня это второй фильм, 1 сентября, еще про детей поговорим, про дебильные учебные программы школьные, поговорим, я так не могу прийти в себя, начиная со школы и кончая своими 73 годами, а пока все тот же обход сада, видите вот это вот, это жердели с косточки, это прямой потомок той жердели, которая привита на минжурский абрикос и дала больше 40 ведер урожая в прошлом году, вот, в это трудно поверить, но я перестраховался, при телевидении урожай собирали, а здесь его прямой потомок, единственный, порядка таких сотни или две было сожжено, потому что их не выкупили, они переросли, вот, а это я из всех выбрал, завел до плодношения, ну, плоды заврядные, но дело не в этом, дело в том, что вот это выдающийся сорт, а она, знаете, как растет, сейчас скажу, вот, если вы видите, вот, чуть-чуть дождь притих, поговорим, вот это, знаете, что, это небольшое дерево, молодое совершенно, вот, где-то в 14 году посажено, это перед тем, как продать мне, продажа была в 15-м, сосед продал вместе с моими деревьями этот сад, вот, нет, в 13-м где-то году, и тому ему 10 лет, и оно еще будет и огромнее в три раза, и начнет давить соседей, это моя головная боль, вот сейчас она давит яблони, но это отдельный разговор, и вот эту соседнюю грушу, и те абрикосы, так вот, я вынужден буду, просто-напросто, вот этот вот жерден, который в проекте тоже может давать по 40 ведер, чего и не давать, только потому, что, вот, видите, какой наклон у этого дерева, у этого абрикоса, расковожный сорт, посадите, почему он отклоняется, да потому, что ему солнце надо, ему тесно, вот, а дальше этот будет выпилен, а тот будет выпрямлен, просто пришла пора отбора, фактически селекция, горько, но это так, в Сибири для нас места нет, вот, еще один момент, объясняю, итак, с этого момента, а это очень дождливое лето, вот, дождливе раза два в три среднего лета, когда мы неделями, месяцами смотрели с тоской на небо, и вот результат, есть несколько сортов груш, несколько сортов яблонь, которая к этому времени покрывается правильно, гриб парша, вот она, видите, и, вот даже вот такое вы видите, а я не скрываю этого, вот, это свойство этого дерева, не выдерживает, эти выглядят получше, но если так продолжится дождь, они тоже покроются паршой, вот это, смотрите, вот, и вон те яблочки, а помните, годом раньше я показывал, они, кстати, в этом году мелкие, но это последствия в прошлогодние засухи, засуха-засуха, но на них были плоды 300-400 грамм, а в этом году почти в два раза мельче, но главное-то не это, ребята, посмотрите, что делается, это означает, что это дерево не предназначено для мест высокой влажности, в лоб расшибите, вот, танцы с бубном устраивайте, заливайте ядом, почти каждый день, помните, 40 обработок, когда яблоки в промышленных садах, 40 обработок, весь сезон там сколько, господи, получается, каждый второй-третий день, да, вот, или как рассказывала Ирина Савельевич, тот, кто был в таком саду, 32 обработки за 30 дней, представляете, вот, я самое главное хочу сказать, я хочу достучаться до вас, когда вы видите такую картину, не идите в магазин, не обогащайте этих торгашей, ничем вы не сделаете, никогда, ни за что, что бы вы ни делали, вот это вот, уже не вернется в нормальное состояние, ни в этом году, ни в следующем, будет сухо, а оно не успеет погибнуть, вот, или сильно подпортится дерево, значит, будут опять огромные 300-400 грамм яблоки, повторится еще 2-3 таких сезона, и дерево просто сгниет, вот оно начало гнить, еще раз говорю, руки проще от этих самых обработок, это дурь, это, столько это глупостей, поновыдуманно, у меня просто слов нет, вот, ну что, вот этот кусочек фильма, помните, мы обещали делать короткие фильмы, вот, а как говорил Штирлис, последнее запоминается лучше всего, вот, видели, вот, еще как-то подберу грушу, такую же, с началом опаршивания, паршой, вот, и то же самое скажу, ничем не поможете, ничем, опрыскивание дурь, просто люди, делая получасовые фильмы, в конце концов, они же трясут своими этими флаконами, упаковками, этими опрыскивателями, трясут перед вами на экране, покупайте, покупайте, они предатели, они сами, многие искренне это делают, они даже не знают, что творят, это неизбежное зло, это значит, что в данном случае, вот, Антоновка вместе, наиболее сыром, возможно, есть такие целые регионы, где нечего ей делать, потому что рано или поздно сгниет, но прежде чем сгниет, люди разорятся на этой отраве, вот что страшно, они к этому добавят, что надо все перекопать, всю почву, надо все выгрести, все перекалечить, это, ой, и бесконечный каторжный труд, думая, что это тоже поможет, не поможет, только зависит от того, предназначено это дерево именно для этого уровня влажности, или не предназначено, потому что что? Потому что если мы пойдем, это будет уже другой фильм. с другим яблонем, и вы увидите, никаких следов парши нету, точка.